Добро пожаловать на программу «Мировое влияние». С вами я, Билли Уилсон. Спасибо, что проводите время с нами. Сегодня мы поговорим всего лишь об одном слове, которые, однако, способны изменить вашу жизнь. Это слово «помощь». Сегодня мы будем изучать самые основы христианства. Знаете, что Бог — наш помощник, и если вы попросите его, он обязательно вам поможет. У меня активная жизненная позиция, и я люблю что-то делать, достигать. Но мне необходимо быть осторожным, потому что христианство — это не одиночная игра. Я не справлюсь в одиночку с этой христианской жизнью. Мне нужна помощь Бога. Иисус не просто умер на кресте и оставил нас, Он послал нам помощника Духа Святого. Нам важно научиться полагаться на Него и просить у Него помощи. Мы поговорим сегодня о том, что мешает нам обращаться за помощью. Может быть, это касается именно вас. Пусть Бог изменит ваше видение через сегодняшнее послание. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь и досмотрите этот выпуск до самого конца. Я поделюсь с вами словом об этом маленьком словечке «помощь», которая может так много... Однако это слово способно изменить всю нашу жизнь. Это слово «помощь», «помощь». Для некоторых людей попросить помощи сложнее, чем для других. Например, по данным одного британского исследования, это приводит к 230 лишним километрам, которые проезжают водители, не обращаясь за помощью. Женщины обращаются за помощью к коллегам чаще, чем мужчины. Как результат, люди все больше обращаются к социальным сетям как к личному психологу. Однако в сети легко соврать, а руки, сложенные в молитве или рассерженные эмоджи, не помогают дойти до корня проблемы. Лучшая помощь — это взаимодействие лицом к лицу с людьми, у которых гораздо больше опыта, больше, чем у нас самих. Вы можете обратиться к пастору, психологу, специалисту по карьерному росту, или даже в 911. Я просто знала с самого детства, что мое призвание — служить людям. Просто однажды мне представилась возможность попробовать себя в этом. Я попробовала и осталась. Я служу в полицейском участке уже 26 лет и 10 месяцев. С самого детства нам рассказывали про службу 911. Даже люди, у которых произошел психоз, звонят в службу 911. Для общества это хорошо. Это рождает в людях уверенность, что в период кризиса или в беде о них позаботятся специально обученные профессионалы. Если у вас, например, случился пожар или кто-то проник в ваш дом, знайте, что в полиции вам помогут. Мы также проводим мероприятия с целью объяснить людям некоторые простые правила безопасности и то, как работает полиция, а также чтобы предложить практическую поддержку и помощь, кто в ней нуждается. Например, если вы столкнулись с домашним насилием, вы найдете помощь и защиту через нас. Для этого в городе работают специально обученные люди. Или же если вы страдаете от психического заболевания. Или, например, потеряли имущество. Для всех этих случаев существуют группы помощи и поддержки, и мы вас к ним направим. Также наша задача состоит в том, чтобы показать людям. Позвонить в 911 – это не страшно. Также вы можете обратиться в различные специальные службы в нашем сообществе, до того, как проблема достигнет уровня экстренной ситуации. Мы не можем помочь вам, если вы не позволите нам это сделать. Пожалуйста, не забывайте о нас. Сегодня в «Мировом влиянии» я говорю об одном слове, которое изменит вашу жизнь. Давайте обратимся к Писанию. Откроем 108-й Псалом, 26-й стих. «Помоги мне, Господи Боже мой, спаси меня по милости Твоей». 46-й Псалом. «Бог нам, прибежище и сила, скорый помощник в бедах». 120-й Псалом. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Это 1 и 2 стихи. Далее «Послание к евреям». 13 глава, 6 стих. «Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Это слово «помощь» в Писании имеет значение. «Щит» – защитник. Бог – наш помощник. Я хочу сказать вам, что христианство – это не игра в одиночку. У нас не получится вести христианскую жизнь за счет только своих сил и способностей. На самом деле Бог желает, чтобы мы просили у Него помощи. Он создал нас и знает о нас все. Он с радостью отвечает нам, когда мы просим. Так мы открываем доступ в нашу жизнь для Божьей благодати. Сегодня я хочу поговорить о трех случаях, когда нам следует попросить поддержки. По крайней мере, это относится ко мне. Во-первых, когда мы потеряли равновесие. Когда нам настолько трудно, что мы не справляемся со своей ситуацией. Это произошло с апостолом Петром, который вместе с остальными учениками ждал Иисуса в лодке посреди Галилейского моря. Петр, увидев Иисуса, идущего по воде, испугался, но Иисус успокоил его. Тогда он сказал, «Если это ты, Господь, дай мне дойти до тебя по воде». Когда Петр вышел из лодки и увидел шторм и волны, он испугался и начал тануть. А в этот момент он воскликнул, «Господь, спаси меня!» Галилейское море было примерно 42 метра глубиной в самом глубоком месте. И Петру угрожала реальная опасность. В ситуации, когда вы пробуете что-то новое, легко можно испугаться трудностей, но вы можете попросить Бога о помощи. Когда Петр попросил помощи, Иисус вытащил его из воды и спас. В Библии есть замечательная история Ионы, тоже связанная с водой. Бог призвал Иону учить народ в одном большом городе, но Иона не послушался его. Купил билет на корабль на самый далекий город в пределах Средиземного моря и уплыл прочь. Во время шторма Иона признался морякам, что причина непогоды — его непослушание Богу. Тогда они с большой неохотой выбросили его за борт. Хотя изначально они, конечно, не хотели этого делать. Это сам Иона побудил их сделать это. Если самая большая глубина Галилейского моря — это 42 метра, то у Средиземного моря это уже 5 километров, 200 метров. Иона мог запросто пойти ко дну в этой ситуации, а затем его проглотила рыба, которая потом отправилась на самое дно моря, «И в этот момент Иона воззвал к Богу. И помолился Иона Господу, Богу Своему, из чрева кита, и сказал, Господу воззвал я скорби моей. И он услышал меня из чрева преисподней, я возопил, и ты услышал голос мой». Возможно, сейчас вы находитесь в ситуации, когда вам кажется, что вы идете ко дну. Будь это ваши неуемные амбиции, и новая для вас ситуация, или же ваша ошибка, когда вы не послушались Божьего голоса, что бы ни привело вас к этому кризису, просите помощи у Бога. Бог помог Ионе. Рыба выбросила его на берег, и он все-таки добрался до Ниневи. «Призывайте Бога на помощь, когда вы идете ко дну». Еще один случай. Когда следует просить Божьей помощи, это когда все негладко у вас дома. А знаете, китайская поговорка говорит, «Ничто не беспокоит меня на пороге моего дома». Во всех домах, во всех семьях случаются проблемы. Но помните, что посреди этих проблем в вашей семье вы всегда можете попросить Бога о помощи. В Новом Завете люди просили помочь с домашними проблемами Иисуса. Например, к Нему обратилась Серафиникиянка. Он же сказал ей в ответ, «А я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Ну а она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». Ее дочь нуждалась в определенной помощи. Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить его псам». А она ответила, «Так, Господи, но ведь и псы едят крохи, которые падают со стола, Господ их». И тогда Иисус сказал ей в ответ, «О женщина, велика вера Твоя, да будет тебе пожелание Твоему». И исцелилась дочь ее в тот же час. Она просила у Бога помощи и открыла двери для сверхъестественных Божьих благословений для всей своей семьи. Она была открыта и готова. Далее, пример. Еще один мужчина в Писании обратился к ученикам Иисуса за помощью. Помните? Он просил изгнать бесов из его сына. Когда юношу, велик Иисусу, у Него случился новый приступ. Отец сказал, что многократно Дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Он сказал Иисусу такие слова, «Если что можешь сделать, жалься над нами, и, пожалуйста, прошу тебя, помоги нам. Верую, Господи, помоги моему неверию». Этот мужчина просил Иисуса о помощи, и он помог ему. Другой пример, когда заболела свекровь Петра. Давайте мы посмотрим Евангелие от Луки, 4 главу, 38-39 стихи. Ученики попросили Иисуса помочь, и в тот час, когда он помолился за нее, горячка оставила ее. Она встала с постели и служила им. Я хочу сказать, что когда все идет кувырком, и вы чувствуете, что тонете в эмоциональном, физическом, финансовом или духовном смысле, просите помощи у Бога. Когда все негладко дома, откройте эту дверь для Господа, чтобы Он мог помочь вам и прогнать врага из вашей жизни. Потеря ребенка, финансовый кризис, проблемы со здоровьем, непонимание во взаимоотношениях, с чем бы вы ни столкнулись. Иисус обещал, что поможет вам, если вы Его попросите. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Буквально через несколько минут мы продолжим разговор об этом слове, которое может привести к большим переменам в вашей жизни. Вот это простое, но важное слово «помощь». У многих людей нет понимания того, что существуют профессии, которые занимаются поддержкой и помощью, а к психотерапевту и вовсе обращаются только, когда дела совсем плохи. Принято думать, что за помощью обращаются только тогда, когда не могут справиться сами. На моих сеансах многие начинают плакать, когда я спрашиваю их, что привело их ко мне. Многие люди, они просто не знают, как изменить себя, что делать и как изменить ситуацию. К эмоциональным проблемам следует относиться так же, как и к физическим. Мы ведь сразу же позвоним скорую при физической проблеме, не так ли? Кроме того, многочисленные исследования подтверждают, что физическое и эмоциональное здоровье взаимосвязаны. Поэтому, когда люди начинают работать сразу в этих двух направлениях, они получают реальный результат. Сегодня мы говорим о слове помощь. Это самое обычное слово, которое, тем не менее, может привести к большим изменениям в вашей жизни. Мы говорили о ситуациях, когда нам следует просить помощи у Бога. Во-первых, если мы из-за своих амбиций или ошибок буквально тонем в ситуации. Во-вторых, когда не все идет хорошо дома. И в-третьих, нам следует просить помощи у Бога, когда нас сдерживают обстоятельства. Например, когда что-то препятствует нам на пути к исполнению Божьей воли. Посмотрим еще на несколько примеров из Библии. В книге «Исход», 2 глава, 23 стих написано, «Спустя долгое время умер царь египетский. И стенали сына Израилева от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу». Это было во времена рабства евреев в Египте. Они изначально пришли туда по приглашению Иосифа. Изначально они не были рабами, но со временем их положение в Египте изменилось. Обстоятельства препятствовали им в том, чтобы получить в наследие землю обетованную, как обещал им Бог. Авторы схода пишут, что люди вопияли и обращались к Богу за помощью от всего сердца, и Бог услышал их. Одно из Божьих чудес — это горящий куст, из которого Бог говорил к Моисею. Бог сказал ему, «Мой народ вопиет ко мне за помощью, и я услышал их». Нам стоит знать, что Бог слышит наши мольбы о помощи, когда мы взываем к Нему. Помните, что всякий раз, когда условия связывают вас по рукам и ногам, так что сами вы уже не можете выбраться, а вы всегда можете попросить с помощью Бога. Я знаю тех, кто страдал от зависимости или был в финансовой яме, но Бог избавил их, когда они обратились к Нему за помощью. Посмотрим 106-й Псалом с 10-го по 14-й стих. «Они сидели во тьме и тени смертной, скованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего, но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий и вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их». Итак, если вы не справляетесь с ситуацией, если дела дома идут неважно или вы попали в ловушку условий, попросите помощи у Бога. Это откроет двери к сверхъестественному вашей жизни. Это очень простое послание, но, несмотря на всю простоту, оно по-настоящему глубокое. Бог желает, чтобы мы просили о помощи, и Он рад нам помочь. И все же часто мы не обращаемся к Нему. Почему? Я хочу поделиться с вами семью причинами, почему люди не просят помощи у Бога. Если в некоторых из них вы узнаете себя, вспомните, я молюсь о том, чтобы вы все же попросили Бога о помощи. Во-первых, часто люди просто не знают, как просить Бога о помощи. Они не знают, как молиться. Я хочу сказать вам, что молитва это беседа. Говорите с Богом так, как будто вы говорите со своим другом или с родителями. Да, вам следует с уважением относиться к Богу, но вы также не должны бояться обращаться к Нему. Говорите конкретно о том, что вас беспокоит. Во-вторых, люди не просят о помощи, потому что им неприятно чувствовать себя уязвимыми. Они не хотят, чтобы кто-либо об этом знал. И испытывают по этой причине стеснение. Далее, в-третьих, люди боятся отвержения. Этот мир так часто отвергал нас, что мы боимся, что Бог тоже нас отвергнет. Возможно, вас отвергли родители или ребенок или супруг, поэтому вы думаете, что и Бог поступит так же. но Бог обещает нам, что Он не отвернется от тех, кто обратится к Нему за помощью. Поэтому дерзайте. Он обязательно ответит. В-четвертых, многие люди не просят о помощи, потому что стыдятся своих обстоятельств, как будто Бог не знает вашей ситуации. Вы можете сказать, «Я тону из-за своей собственной ошибки, потому что я не послушался Бога». Бог уже знает об этом. Отбросьте стыд, потому что Бог уже и так знает о вас все. Просто будьте честны с Ним. Далее, пятая причина. Люди не просят помощи, потому что в нашем мире нас учат справляться совсем самостоятельно. Хорошая новость состоит в том, что христианство не призывает нас жить так. Напротив, Бог очень четко дает понять, что Он не ожидает от нас того, чтобы мы справлялись со всем в одиночку. Он наш помощник и обязательно откликнется, если мы попросим. Шестое. Мы полны сопротивления и горечи. Я лично думаю, что это очень распространенная причина. А вот что написано в книге Иова 36 главе. Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их вузы. Это удивительно. Большинство людей, оказавшихся в беде, взывают к Богу, но люди полные горечи так не делают. Очень часто предметом обиды становятся не только окружающие, но и сам Бог. Они обвиняют во всем Богом, а того, на кого ты обижен, очень сложно попросить о помощи. Ну и, наконец, в седьмых многие не просят Бога о помощи, потому что им мешает гордость. Когда в нашем сердце укореняется гордость, мы просто не можем попросить о помощи кого-либо, включая даже и Бога. Ведь для этого нужно смирение. Очень трудно дать определение смирения. Смирение в английском языке происходит от греческого слова, которое означает лежать низко, склоняться к земле, не высокомерной. Чтобы попросить помощи, необходимо склониться, необходимо признать, что мы не справляемся сами, и нам обязательно нужен Бог. Так что сегодня я призываю вас оставить всякую горечь, обиду и гордость. даже если все пошло не так, как вы надеялись. Пожалуйста, не противьтесь Богу. Позвольте Ему помочь вам по своей благодати. Итак, если вы тонете в ситуации, если дома не все гладко или вы скованы какими-то условиями, на все это есть один ответ. Попросите Бога помочь вам, и Он поможет. Есть много разных причин, по которым вам может понадобиться помощь. Многие думают, что для этого у них должна быть просто какая-то вселенская проблема. Кроме того, психотерапия это не единственный способ получить помощь. Есть также пастерское наставление и тренинги по улучшению жизни. Первое помогает справиться с духовными проблемами, второе ориентирует на пути достижения какой-либо цели. Есть коучи, которые проводят тренинги для отношений, для бизнеса и так далее. Есть разные ложные убеждения, которые мешают людям обратиться за помощью. Например, то, что психотерапия это мирской способ справиться с проблемой. Или что духовные проблемы нужно отмаливать, а не бежать за помощью. Это все заблуждение. Я сама видела, как Иисус входил в процесс психотерапии. И тогда там происходили настоящие чудеса. Я видела силу молитвы в действии. Поэтому очень важно отбросить все предрассудки. сила молитвы, объединенная с силой психотерапии, могут быть очень эффективны. Сегодня мы говорили о простом слове, которое может изменить всю вашу жизнь. если вы научитесь произносить его от всего сердца, я говорю о помощи. Бог желает, чтобы вы просили его о помощи. Если сегодня вы столкнулись с проблемой в семье или на работе, или с телесным недугом, я призываю вас прямо сейчас, будьте в смирении и скажите, Бог, я нуждаюсь в помощи. Я обещаю, что сам Господь придет к вам на помощь. Откуда придет моя помощь? Моя помощь придет от Господа неба и земли, который сотворил все, что существует. Он может помочь мне выбраться и даже из самого глубокого кризиса. Напишите нам на сайте, адрес которого вы видите на экране, и мы обязательно помолимся за вас. Наш мир может приносить много боли. Если вы потеряли близкого человека или серьезно больны, или же Бог желает явить себя как вашего помощника, для этого нужно просто попросить его о помощи. Господи, помоги мне. Так что заходите на наш сайт, делитесь своими историями, и мы помолимся за вас. Кто-то из вас возможно чувствует, что тонет, но я хочу дать вам надежду, наш Господь Иисус Христос всегда на поверхности, даже посреди шторма, и Он вытащит и вас также, если вы воззовете к Нему, как апостол Петр в ту ночь на Галилейском море, или пророк Иона. Спасибо, что смотрели наш сегодняшний выпуск. Мы говорили о простом слове, которое может изменить вашу жизнь, о слове помощь. Мы хотим молиться за вас, желаем вам найти в Боге самую настоящую помощь. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом Университета Орла Робертса, всемирно известного христианского университета в Талсе, штат Оклахома. Узнайте на нашем сайте, как получить диплом по одной из 65 профильных дисциплин в онлайн-режиме или стационарно. Наш университет гордится тем, что поддерживает движение Духа по всему миру через Конгресс Empowered 21. Исполненный силой. Определение словаря, принявший власть, смелый и вдохновенный. В университете Орла Робертса мы обучаем поколение вдохновенных духом лидеров мужчин и женщин с более чем 100 стран, готовых производить перемены. И это работает. Журнал Форбс назвал наш университет один из лучших университетов Америки. Принстон Ревью назвал его лучшей на Западе. Согласно Times Higher Education и Wall Street Journal университет Орла Робертса на 12 месте по вовлеченности студентов. The Daily Beast назвал его одним из пяти самых здоровых университетов. На канале Travel Channel наш университетский городок назвали чудесным. Если вы настроены сделать в вашей жизни что-то значительное, присоединяйтесь к нашему вдохновенному Богом всемирному сообществу. Мы здесь не строим мелких планов. И вам тоже не стоит. Мы обучаем целостных лидеров для всего мира. Это наша судьба, а возможно и ваша. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы не видим его, но думаем о нем. Так мы живем. Мы гоняемся за неуловимым. За силой знания, освещающей мрак. Здесь вы найдете эту искру. Она зажжет пламя. Свет укажет путь. Он начинается здесь. Все началось с видения и шага послушания. И через полвека вылилось в невероятную учебу, духовный рост и инновационные открытия. Университет Орла Робертса продолжает двигаться к большему и лучшему. Зачем идти куда-то, если вы можете стать частью наследия? Зачем просто получать диплом, если вы можете найти цель? Почему Ор? Потому что суть не только в том, чтобы получить хорошую работу, а в том, чтобы изменить мир. Субтитры создавал DimaTorzok